Я знаю, что у наших подростков практически нет киноровесников, то есть вот наших, нет своих героев, которые были у меня в детстве, когда я смотрел, я смотрел фильмы, где мои ровесники, как бы, я смотрел за их жизнью, то есть мне было интересно, у меня были свои какие-то друзья, может быть, да, в каких-то из них мы играли, там, которые были чуть старше, я помню, «Луин и Мстители», блестящая была совершенно картина, мы просто, у нас во дворе была в драку, кто кем будет, когда мы в это играли. Другое дело, мы были другими, конечно, детьми, у нас не было всего того, что из современных детей кино, пожалуй, было единственным таким развлечением, но сейчас происходит то, что герои Макале, им гораздо ближе, и у них нет отдыхватных своих, как бы, наших, российских кинодрузей. Пуск! Как красиво! Я не отношусь к этому фильму как детскому проекту, более того, я скажу, что я-то как раз совершенно не знаю, как надо снимать детское кино и чем оно отличается от взрослого, вот, и для меня это, ну, вот то, что сейчас называют фильм для семейного просмотра, да, а почему, потому что я считаю, что это действительно сейчас очень мало таких картин, которые взрослые могли бы смотреть вместе с детьми. Это фольклорный герой-ребенок, он, пожалуй, единственный такой русского современного фольклора, вот, поэтому, поскольку в этом же возрасте находился и герой сценария, который писался, название возникло сразу. Был общий, большой, напряженный кастинг двух, то есть, я даже не помню сейчас, я не скажу, сколько времени мы искали, но искали долго, и, в конце концов, нашли. Кто ищет, тот всегда найдет, помните, в песне, кстати, тоже можно сказать, детское кино, такая была замечательная песня, вот, мы искали и нашли. К обычной московской школе, Максим Емельянов, ну, не очень, а, это на Никиту кричат, куда, вот, он близок к нашему герою по характеру, он близок к нему по фактуре, и, наконец, это его возраст, и, по-моему, мы угадали. Есть договор, что мы снимаем 45 съемочных дней, 45 рабочих дней, но, считайте, я думаю, мы постараемся уложиться в эти сроки, другое дело, что нам, конечно, повезло, у нас половина картины проходит на зимней натуре, мы попали на самый теплый за столетие год, поэтому, ха, то есть, в этом смысле мы веселимся очень сильно, вот, сами понимаете, вот, видите, у нас искусственный снег английский на деревьях, чтобы хоть как-то у нас дымы по фонам, ну, и все прочее, чтобы, как бы, придать этому вполне мартовско-апрельскому пейзажу зимний вид, причем это уже вторая оттепель, но, я думаю, мы это поборем, вот, мы это поборем, тем более, у нас была уже несколько дней, была прекрасная русская зима, тут безумно красивая в это время, и не зря я специально выбирал это место, вот, Абрамовцы, вот, и я надеюсь, что все будет хорошо. Ни хрена тут не вырастет, не водится тут большая, а, ну, идите отсюда, болтайте здесь, только рыбу пугаете. Как говоря, с детьми и с животными, вот, я еще в курсовой работе пробовал, из которой, собственно, и вышел этот сценарий, пробовал и с теми, и с другими, ой, и скажу, что да, с детьми работать очень сложно, Я один бы ни за что не справился, вот, у меня в этом смысле есть помощник, есть вот, режиссер-педагог, это профессиональный режиссер, который и педагог, вот, он как раз там развлекает нашего главного героя, вот, и, если бы мне не помогали в этом смысле, я бы, конечно, ни за что не совладал, потому что держать их на месте нельзя, вот, тем более, талантливые дети, они очень активные, как-то, то есть, они не ботаники, вот, которые у нас, да, А у них характер соответствует персонажам, и с ними, конечно, то есть, когда у нас их собиралось 8-10 человек, то это было нечто, то есть, у нас плакали уже все взрослые. На пакости? А теперь боишься, что отвечать придется? У нас уже в группе ходят определенные рассказы, может, когда-нибудь я расскажу, когда они вырастут, эти дети, наверное, только, вот, ну, я не знаю, дети, они вообще удивительные, на самом деле, у них такая... Очень интересная психология, вот, с ними, конечно, безумно трудно, но, когда ты видишь потом в материале какую-то отдачу, то это приносит, наверное, больше даже радости, чем со взрослыми. Хотя, конечно, со взрослыми работать лучше, приятнее, просто, когда входят взрослые артисты, просто так отдыхать начинают. У них энергия бьет через край, при всем взрослые-то иногда уже, ну, там, не то, чтобы стонут, но как-то уже кряхтят, что тяжело, потому что у нас длинные, получается, смены такие. Световой день короткий. Эти носятся, конечно, правда, потом сразу вырубаются иногда. Значит так, я сейчас пойду и все возьму на себя. Там скажу, что. По пьянке. Молодец! Ну, кто тебе поверит? Мне удалось снимать тех актеров, которых я и хотел. У нас играют Леша Гуськов, Миша Пореченко, Инна Ульянова будет у нас сниматься. У нас уже снялся, значит, мы сняли его эпизоды Юры Шевчук. Но земля победила, не позволив пропасть. Превратила нас в стаю камней. Он у нас играл такого дачного бомжа. Вот. Причем оказался, по-моему, замечательным актером. Я, во всяком случае, скажем, я видел уже материал и... Ну, вот просто. И стоял он как ледяной памятник мужеству солдатскому. Просто ему не повезло, так что он является губернатором. Но на самом деле он очень колоритный мужчина. Он, на мой взгляд, ну, как всем серьезным политикам, ему присуще актерство. То есть, на самом деле, я просто с него писал эту роль. Когда мне нужен был необычный человек, не из этой среды. И я понимал, что, как бы, это не очень хотелось отдавать актеру. А поскольку я с него писал, мы решили, кто в Подмосковье необычный человек. Вот он такой помор. Понимаете? И поскольку я его наблюдал на фестивалях созвездия, сполхи, которые проходят в Архангельске. Ну, как наблюдал, вернее. Мы присутствовали при его выступлениях каких-то. Вот. Общались мы в жизнь. И просто я с него эту роль написал. И когда встал вопрос, а кому теперь это отдать играть, то наш продюсер Сергей Жунов сказал, что он его уговорит. Уговорит. Уговорит.